Уважаемые члены президиума, тема его доклада уже прозвучала. Переживание как феномен самотопсихических расстройств при раке молочной железы. Итак, определимся с терминами, что же такое самотопсихические расстройства. Это расстройства, которые возникают в ответ на наличие тяжелого самотического заболевания. То есть в международной классификации болезней они представлены в форме не психотических расстройств и психотических расстройств. При раке молочной железы чаще мы встречаем не психотические расстройства. И эти самые самотопсихические расстройства наиболее часто проявляются в форме психогенных реакций, которые мы можем наблюдать на психотическом уровне или на невротическом уровне в зависимости от структуры организации личности пациента. И соответственно, наиболее часто встречающиеся реакции представлены на слайде. Это все, что связано с астенией, апатией, депрессией, телогой и фобиями, ипохондрией. И самое первое место среди самотопсихических расстройств встречаются расстройства невротического спектра, такие как абсессивно-фобические реакции на ситуацию заболевания, поскольку ситуация заболевания или онкологическое заболевание является собой психотравмой, о чем сегодня уже Валентина Алексеевна подробно рассказала, останавливаться на этом не буду. И это самое онкологическое заболевание, являясь психотравмой, разворачивает или актуализирует все переживания, которые были у пациента до. То есть онкологическое заболевание не само по себе удар, а удар то, что раскрываются все конфликты, которые были у пациента на всех этапах его становления. Таким образом он реагирует переживанием, а переживание – это своего рода процесс, процесс адаптации, который проявляется, и мы с вами можем его увидеть на уровне поведенческих или эмоциональных реакций в форме самотопсихических расстройств или психогенных реакций, которые уже были озвучены. Итак, определились с терминологией, перейдем к разбору клинического случая. Итак, пациентка, 47 лет, с диагнозом рак молочной железы на этапе ремиссии. Пришла на прием к медицинскому психологу со следующими жалобами, такими как острые приступы страха во время пребывания в замкнутом пространстве. Страх проявляется в форме вегетативной реакции. Такое состояние возникает спустя 3 месяца после оперативного вмешательства. На фоне тревожно-фобической реакции наблюдается функциональное состояние, так как нарушение сна. Если пациент мало спит, тревожится, развивается астеническое состояние, и, соответственно, контролировать собственное психоэмоциональное состояние становится все сложнее и сложнее. Пациентка идет на прием к медицинскому психологу. Итак, обратим внимание на процесс психотерапии. Самый первый феномен, который мы наблюдаем, столкнувшись с пациенткой, это страх в замкнутых пространствах. Она и сама нам, собственно, о нем говорит в своих жалобах. Когда пациентке уточняешь, что страшного в замкнутых пространствах, она говорит, что что-то может произойти, и это феномен ее переживания. Она говорит что-то. И мы здесь наблюдаем определенную информационную дыру, когда она что-то предполагает, но не знает, что конкретное. И это пробел, в который она инвестирует в свои фантазии и страхи по поводу того, а что же. И вот это что-то вызывает состояние ожидания болевых или дискомфортных ощущений. То есть определенная неизвестность. Состояние ожидания вызывает рост психоэмоционального напряжения. То есть она все время ждет, когда что-то произойдет, это не происходит. Психоэмоциональное напряжение растет, растет тревога, и, соответственно, происходит самоактуализация переживания страха. То есть если это со мной не происходит, то я сделаю так, чтобы это со мной произошло, и я буду переживать это на вегетативном уровне, на эмоциональном уровне. И это для нее является ситуацией разрядки. То есть она трясется, ее колотит, она переживает, она плачет, она чувствует, что не может с этим справиться, и таким образом разряжается в этом парадоксальной ситуации. И снова такая реакция приводит ее семантически, смыслово, к переживанию страха замкнутых пространств. И таким образом мы наблюдаем определенный невротичный круг мышления. То есть с чего она начинает, к тому она и приходит. И это она делает самостоятельно. И в процессе работы мы начинаем с замкнутого пространства, который переживается ей как вегетативная реакция, как эмоциональная реакция. И ассоциативно пациентка связывает замкнутое пространство с оперативным вмешательством, которое, как вы помните, произошло три месяца назад перед обращением к медицинскому психологу. Это довольно частое явление, когда мы наблюдаем осроченную реакцию на ситуацию психотравмирующую у пациентов. Поскольку в момент лечения пациенты позволяют себе не думать о том, что с ними происходит, не анализировать, не переживать. Как правило, вытесняют все негативные эмоции. А спустя определенное время, когда они уже позволяют себе расслабиться, обнаруживаются психогенные реакции различного уровня и длительности. Итак, как мы помним, у пациентки также были функциональные нарушения в форме нарушения сна. И далее, идя по логике переживания пациентки, мы находим в ее речи рассказ о том, что когда-то в действии очень давно ей рассказали про то, что один из ее соседей уснул, умер, его похоронили, а оказалось, что он просто впал в литургический сон. И это определенная фиксация на переживания для пациентки, почему-то это важно, это встроено в ее систему мышления. И, соответственно, она говорит себе, если я не буду спать, значит, я не умру, значит, я спать не буду. И она не спит. И она говорит, я засыпать боюсь. И таким образом ситуация отсутствия контроля, вот это вот что-то, которое было на предыдущем слайде, таким образом это что-то берется под контроль. То есть, понимая, что собственную смерть она не может взять под контроль, она хотя бы берет этот процесс как эквивалент умирания. И в результате мы вновь имеем дело со страхом смерти, который пациентка пытается контролировать. И страх смерти вновь продуцирует вегетативные нарушения. И мы снова увидим замыкание этого круга. И процесс психотерапии с невротичными пациентами, потому долгий и напряженный, поскольку пациент всегда стремится замкнуть этот круг для того, чтобы не развивать мышление дальше, чтобы не пугаться еще больше и не объяснять для себя, что это за лакуны, которые он заполняет фантазией. Но идем дальше. Соответственно, здесь мы уже имеем дело со страхом смерти как с фундаментальным феноменом, поскольку каждый из нас мыслит о своей символической бессмертности. Но когда пациент встречается со смертью в момент оглашения диагноза или в момент осознания того, что да, это заболевание, да, оно может привести к смерти, и вообще-то я смертен. И вот это для него ужас. То есть как же так? И поскольку страх смерти невозможно помыслить, и смерть саму невозможно почувствовать, это ощущение невозможно, мы должны с ним как-то работать в любом случае, не размышлять же все время про него. И когда пациенты, не только рак малышной железы, а вообще все онкологические пациенты, говорят о том, чем же их пугает смерть сама по себе, они говорят моим отсутствием. Они говорят, что будет с моими близкими, когда меня не будет. То есть кто будет выполнять мою функцию? Они мыслят свое отсутствие через другого, то есть через своих близких. И таким образом страх смерти превращается в страх потери значимого другого. Он как бы трансформируется. Потерять значимого другого или оторваться от него, значит умереть, символически убереть. И символическая смерть представляется как страх сепарации и индивидуации. Я подробно про это сейчас говорить не буду. Это про детские переживания ребенка, когда мать его оставляет или отлучает от груди, и ребенок чувствует, что он наказан. Он не понимает, за что его наказали, почему его оставили. Он ищет свою вину. А не найдя своей вины, он ищет наказание. И здесь таким образом мы переходим к чувству обиды и вины. И таким образом выходим на уровень объектных отношений. И вот на этом этапе психотерапии мы уже наблюдаем нивелирование тревожно-фобических психогенных реакций. И, собственно, пациентка перестает бояться запнутых пространств. Теперь она просто боится потерять своего сына, которого никуда от себя не отпускает. И, соответственно, хочет оторваться от матери, за которой вынуждена ухаживать, поскольку та зависит от нее. И таким образом мы можем говорить о том, что психогенные реакции при соматопсихических расстройствах это реакция и психическая адаптация в условиях психотравмирующей ситуации. Ну и семантический аспект страха смерти мы можем прорабатывать в объектных отношениях. И таким образом купируя или нивелируя острые тревожно-фобические реакции пациентов невротического уровня. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Будут комментарии, вопросы. Тишина. Буквально секунду. Куда? Пошли. Секунду. Спасибо большое, Кристина Арханновна, за великолепное сообщение. И так получилось, что вот несколько грустные были сообщения, согласитесь, но тем не менее я хочу сказать, что наша с вами работа, наша мультидисциплинарная команда, которая обязательно должна входить в психолог, она делала все возможное, чтобы мы с вами и наши пациенты жили долго и счастливо. Вот с вашей точки зрения, Кристина Архановна, вот все-таки какова роль медицинского психолога и насколько его участие обязательно в этой команде? Команде реабилитации? Команде, нет, команде, вот наша мультидисциплинарная команда, в которой работает и патолог, и хирург, и химиотерапевт, и радиотерапевт, врач лучевой диагностики. Вот с вашей точки зрения, как психолога, я-то понимаю, что вы для нас крайне важны, это уже я, вот с вашей точки зрения, вот как, что вы скажете? Ну, психология всегда была той наукой, которой отдавались все клинические случаи, с которыми другие науки разобраться не могли. И, собственно, здесь мне кажется, что медицинский психолог играет большую роль в приверженности пациента к лечению. То есть, когда пациент, опираясь на свои какие-то тревожно-фабические реакции, боясь чего-то, да, когда сам не знает, чего он боится, может отказываться от лечения или не выполнять все назначения врача, то здесь медицинский психолог играет большую роль именно в комплентности пациента к лечению. Ну, и при том большая роль в послеоперационных мероприятиях, когда пациент уже осознается потерю чего-то, но еще не знает чего и становится несколько меланхоличным, здесь встают важные вопросы адаптации, поскольку у пациента появляется новая социальная роль. Он то хочет, то не хочет ее принимать. И, соответственно, семантические вопросы здесь можно решить только с медицинским психологом. Также предоперационная тревога, допустим, у очень эмоционально-лабильных пациентов она может достигать высокого уровня, тогда, когда только там феназепам может с ней справиться, да. Здесь медицинский психолог крайне необходим. Приверженность пациента к лечению и на вот как раз-таки эта приверженность может повлиять профессионально медицинский психолог. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok